Время новостей на телеканале Хабар 24 в студии Альфия Хайдарова. Здравствуйте. В Алматы стартует 15-й Евразийский медиафорум. В этом году он проходит под девизом 15 лет эволюции, как меняется мир и как мир меняет нас. В эти минуты на международной коммуникационной площадке собираются около 600 делегатов из более чем 60 стран. Среди них представители популярных СМИ, таких как Евроньюз, CNN, BBC Associated Press, Television News, New York Times, а также Нобелевские лауреаты, международные специалисты и бизнесмены. Главная цель форума – создать открытый и прямой диалог представителей крупнейших международных медиа-структур и экспертов мирового уровня. За последние 15 лет Евразийский медиафорум стал ведущей дискуссионной площадкой для обсуждения глобальных проблем и занял особое место в пространстве мировых медиа. Об этом в программе «Интервью» нашему каналу рассказал генеральный директор форума Руслан Жемков. По его словам, диалоговая площадка призвана возродить роль Центральной Азии как центра коммуникации. На этот раз приглашенные спикеры поговорят о международных отношениях, эволюции окружающей среды и современных технологиях в средствах массовой информации. Программа форума рассчитана на три дня. Будет проведено семь пленарных заседаний и авторские мастер-классы от известных журналистов. Мы являемся, я бы так назвал это, инструментом мягкой силы, когда мы с помощью каких-то дискуссий, диалогов, а не с помощью агрессивных действий объясняем людям, как можно решать определенные вопросы. Мы не подписываем никаких меморандумов по итогам форумов. Такая идея была, мы это обсуждали неоднократно. Мы приходили к выводу, что наша задача все-таки в другом. Наша задача показать, кто мы есть. Сформировать определенное отношение к себе и показать это журналистам. В этом году единое национальное тестирование будут сдавать около 100 тысяч выпускников. Оно пройдет с 20 июня по 1 июля. Подготовку к тестам сейчас обсуждают на заседании правительства страны. Кроме того, на повестке Кабмина весенние полевые работы, вопросы подготовки к ликвидации лесных и степных пожаров, а также цифровизации труда и социальной сферы. 200 миллионов журналистов. Личится в разы, уверены организаторы. Казахстанские производители заинтересованы в рынке соседнего государства, потому как он один из крупных в регионе. Мы планируем создание между предпринимателями двух стран кооперации с целью поставления продукции либо услуг в третьи страны. Так как у нас есть сосед с очень большим рынком, Китайская Народная Республика и вообще другие тоже страны, не только Китай. Но вот с такой целью хотим совместные проекты, возможно, будут казахстанские, узбекистанские. Это уже мы будем сейчас подписывать какие-то меморандумы, контракты. В Казалардинской области в рамках программы «Рухани Жанхру» реализует 81 проект. В прошлом году в регионе также была проделана большая работа. В этом направлении было запущено 79 проектов. Подробнее о них на пресс-конференции службы центральной коммуникации сегодня в 12.20 расскажет глава области Крымбек Ушербаев. Двое 15-летних подростков упали в шахту неработающего грузового лифтового травм. Падение произошло с 15 этажа. Один из упавших погиб на месте, второй скончался в областной больнице, куда он был доставлен с многочисленными травмами, сообщили в областном управлении здравоохранения. ЧП произошло накануне вечером в одном из 16-этажных домов. Грузовой лифт находился в нерабочем состоянии. На данный момент ведется следствие. Подробности ЧП выясняются. На Тюмени и ее окрестности обрушился мощный ураган. Как сообщают российские СМИ, за помощью к медикам с травмами обратились 39 человек. Одна из пострадавших в реанимации ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Во время урагана женщина находилась в машине, на которой упали кирпичи. Мощные паровые ветра продолжались в Тюмени недолго. Однако в городе повалены десятки деревьев, автобусные остановки и мусорные баки, сорваны крыши домов. Сумма ущерба нанесенного стихией сейчас подсчитывается. Не менее пяти человек погибли в результате проливных дождей и штормового ветра, которые обрушились на Шри-Ланку накануне. Трое из них погибли от ударов молнии, еще двое при сходе оползня и падении дерева. Между тем стихия разрушила десятки жилых домов в регионе. Свыше 250 местных жителей эвакуированы в специальные убежища. На Шри-Ланке начался ежегодный период мусорных дождей. По прогнозам синоптиков, количество осадков в некоторых районах может превысить 150 миллиметров. В прошлом году дожди вызвали сильные наводнения и многочисленные оползни на острове. Они унесли жизнь свыше 200 человек. Мы уже задействовали лодки военно-морского флота страны. В пострадавшие районы отправлены спасатели. Ситуация находится под контролем. Жители Актубе жалуются на несвоевременный вывоз твердых бытовых отходов. Чтобы решить проблему с вывозом мусора, власти города объявили повторный конкурс. Теперь этим вопросом займутся сразу 10 компаний. Все они оснащены необходимой специализированной техникой. Однако не все компании вовремя приступили к своей работе. Когда Актубе вновь превратится в чистый и красивый город, выясняла Елена Устимович. Еще две недели назад город больше напоминал огромный мусорный полигон. А груды отходов в каждом дворе становились привычными для глаз. Самые неравнодушные жители обрывали телефоны коммунальных служб и писали грозные жалобы в социальных сетях. С требованием вернуть родному Актубе статус чистого и цветущего города. Постоянно все полное. А у нас еще ветер раздувается. Прям как раз на наш дом все вот эти летят. И ужасно, просто ужасно. Нужно что-то делать, чтобы все вот это убиралось. Раньше вывозили мусор, хорошо вывозили. Сейчас перестали вывозить. Я даже боюсь своих детей, внуков отпустить погулять на детскую площадку, потому что вся грязь идет туда. Ранние обязанности по вывозу ТБО в городе выполняли всего две компании. Одна прекратила свою деятельность в связи с невыгодностью тарифа. Второе предприятие по решению правительства было выставлено на приватизацию. Но желающих его выкупить не нашлось. Начата процедура ликвидации предприятия. Это и стало причиной мусорной проблемы. Власти города пересмотрели правила, расторгли контракты и объявили новый конкурс, поделив для удобства город на 10 участков. Теперь уборкой мусора займутся сразу 10 компаний. На 90% урегулировалась система вывоза. Есть пару компаний, которые не встали на рельсы. Им уже выданы уведомления. Я думаю, они в кратчайшее время войдут в колею. Около 35 мусоровозов. Также есть необходимые погрузчики в случае, если создастся стихийная свалка. Необходимые самосвалы имеются. В день на городской полигон в Октюбе вывозят 900 тонн мусора. И эта цифра постепенно увеличивается по мере того, как растет город. Чтобы справиться с объемом работ новым компаниям, рекомендовано наращивать парк спецтехники. Этот вопрос должен решаться за счет собственных средств, так как тариф для жителей останется неизменным. Елена Устимович, Балат Молдогалиев, Октюбе, Хабар 24. Сразу несколько микрорайонов Усть-Каменогорска, которые топило этой весной, внесли в специальную карту паспорта безопасности города. Такие меры помогут избежать подтопления в будущем, уверены специалисты. Екатерина Зайцева продолжит тему. Ежегодно река Ульба выходит из берегов. Уровень воды в ней поднимается до 4 метров. Бурное течение приносит немалый ущерб жителям Старой Согры и микрорайона Гавань. Но эту проблему с подтоплением можно решить кардинально. А решать ее будут путем расширения берегов реки Ульба, что позволит забыть о весенних паводках, считают специалисты городского отдела по чрезвычайным ситуациям. На 40 миллионов тенге уже разработали проектно-сметную документацию по возврату водоема «Безопасное русло». По итогам этого весеннего периода нами было внесено 27 предложений по всем аэричным системам, дорогам, рекам, ручьям. Необходимо расширение подмостовых частей, это по проспекту Абая, это на Чичеке. Необходимо береговое укрепление расчистка русла реки Маховки в районе улиц Скалистых и Дружинников. Ну и так, очень необходимо проведение арычной системы в селе Миновное. Единственное в Ускаменногорске из ныне действующих арычная система расположено в поселке Красино. Но этой весной она не спасла жителей микрорайона от паводковых вод. В течение двух дней через арык может пройти 16 тысяч кубометров воды. В этом году ее количество увеличилось почти в 20 раз. В том, что арыки в городе не функционируют, есть и вина населения. Их всячески засоряют и оттого немалоэффективны в период паводков. Предложенные проекты будут реализованы в течение ближайших трех лет в рамках благоустройства городских территорий. Екатерина Зайцева, Аслан Тулепов, Роман Родионов, Ускаменогорск, Хабар 24. В Петропавловске обнаружили колбасу с антибиотиком. В общей сложности с прилавках санитарные врачи изъяли больше 12 килограммов полуфабрикатов. На рынок Северного Казахстана их завезли из Уральска и Российского Омска. По словам представителей СЭС, в колбасных изделиях был превышен допустимый уровень алибомицетина. Вся партия уничтожена. Примерно на город ежемесячно выделяется более 130 тысяч тенге. Мы закупаем большой перечень продукции, начиная от молочной продукции, продукции легкой промышленности, промышленные товары, детские игрушки. И в ходе этого мониторинга выявляется такая нестандартная продукция, принимаются по ней вот такие вот меры. Конкурс на создание новых и улучшение местных сортов яровой пшеницы в ближайшее время объявит Министерство сельского хозяйства. Кроме того, учтут рекомендации для точного земледелия с учетом климатических условий. Площадкой для внедрения станут в Североказахстанской, Кустанайской, Павлодарской, Акмолинской и Каргандинской области. В дальнейшем технологии растиражируют на южные регионы страны. На эти цели выделят почти 2 миллиарда тенге. Об этом на брифинге в СЦК сообщил генеральный директор научно-производственного центра зернового хозяйства имени Бараева. Совместно с Национальным центром биотехнологии центр работает над внедрением точного земледелия. Это технологии умного полива, интеллектуальные системы внесения удобрений и борьбы с сорняками и вредителями. Проект уже реализуется в Акмолинской области на площади в 3000 гектаров. Осенью здесь ожидает урожай зерновых до 25 центнеров с гектаром. Ученые планируют задействовать в сельхозоборотах и малооплодородной площади, засеивая их многолетними сортами пшеницы. Пишем проект по многолетней пшенице. Вот я в Америке, в Техасе, во всех странах был. Хочу договор заключить с ними, чтобы мы поработали по многолетней пшенице. Многолетняя пшеница дает мой 10%, урожайность меньше той пшеницы, но она 5 лет не сеешь, только уборка. В Павлодаре начали готовить IT-специалистов. Первый центр по их подготовке открылся в Инновационном Евразийском университете. Заявки на обучение уже подали 44 человека. Слушатели пройдут 200-часовое обучение, после чего смогут самостоятельно разрабатывать цифровые программы и приложения. Проект реализуется при поддержке партии Нуратана и палаты предпринимателя Атамикен. К обучению допускают всех желающих без возрастных ограничений, но обязательно в статусе безработного или самозанятого. Всего же по республике в ближайшее время откроются 20 подобных IT-центров, где планируют обучить 100 тысяч человек. На базе этих классов мы в первую очередь даже ставим с собой задачу. Это трудоустройство, конечно, это самый важный приоритет, чтобы они были трудоустроены, были востребованы. Именно здесь партия и НПП должны принять активное участие и проконтролировать этот момент. Я думаю, я смогу открыть свое ИП и, собственно, уже на базе IT-технологий. Скорее всего, это будет создание программ. То есть у меня уже есть люди, которые в этом достаточно свою нишу заняли, и они, собственно, будут мне помогать, я уверен. В Алматы разработали дорожную карту активного долголетия. Цель проекта – организовать пенсионерам досуг с пользой для здоровья. У пожилых людей появится возможность круглый год бесплатно посещать спортивные секции, заниматься танцами, изучать английский, в общем, вести полноценный активный образ жизни. Когда начнут функционировать центры активного долголетия, знает Оскар Сергалиев. Сегодня в Алматы проживает больше 220 тысяч пенсионеров. Свободного времени хоть отбавляй, но как его использовать с максимальной пользой, знают, к сожалению, не все. Вот и решили местной власти взять инициативу в свои руки. 2018-й объявили годом пожилых людей, разработали специальную дорожную карту и решили создать центр активного долголетия. К нам уже подготовлен здание, в нем проводятся ремонтные работы и где-то в июне месяце мы уже планируем его открыть. Сейчас у нас с районными отделами занятий проводится анкетирование пожилых граждан. Согласно этим анкетам будем мы уже формировать группы. В центре будут учить скандинавской ходьбе, танцам, английскому, компьютерной грамотности и многому другому. Открытия подобных клубов в городе ждут давно, иначе как объяснить такое стихийное явление, как скверы здоровья? Когда в этом зеленом уголке в центре города появился сквер здоровья, никто уже и не помнит. Каждое утро здесь собираются больше ста человек. Люди сюда приходят не только получить заряд бодрости, но и просто пообщаться. Это не только утренняя зарядка, а целый комплекс упражнений, избавляющий от приступов бронхиальной астмы, аллергии и сердечно-сосудистых заболеваний, говорят любители активного образа жизни. Когда я только пришла сюда, у меня стенокардия, аритмия, давление. Сейчас, вот я уже хожу 4 года, все, чувствую себя отлично. Тут вы не сглазить, конечно. Они дружить начинают, ходить друг к другу в гости, помогают, если человек заболел, навещают в больнице, навещают дома. Тамара Фартукова, основатель сквера здоровья, она же и тренер всех, кто хочет к ней присоединиться. Желающих много, но мужчин среди них не видно. У представителей сильного пола, как оказалось, другие интересы. И собираются они в другом парке. Лично я не хожу просто так играть. Я занимаюсь дома, литературу читаю. Я где-то в районе уже второго, буду на первый раз стараться играть. До мастера вырасти, до грошмейстера. У меня такая цель. Кроме городского центра, в каждом районе Алматы будут функционировать мини-центры активного долголетия. Также появятся клубы для пенсионеров при театрах и библиотеках. Аскар Сергалиев, Канат Каматаев и Эдуард Кон. Алмата, Хабар, 24. Две золотых, одну бронзовую медаль привезли казахстанские школьники с Азиатской олимпиады по физике. В этом году она проходила во Вьетнаме. За призовые места боролись около 180 школьников из 25 стран. По словам победителя Нурдаулета Кемеля, подготовка заняла у него всего все каникулы и выходные дни учебного года. Кроме того, углубленным изучением предмета он занимается седьмого класса. На уроках мы проходим более, наверное, концептуальные вещи. Ну, вещи, которые нужно просто понять. На олимпиадах мы делаем то же самое, но углубленное. И плюс еще нужен мощный математический аппарат, наверное. Ну, чтобы отдельно по математике еще нужно готовиться в плане высшей математики, чтобы решать по физике задачи. Азиатская олимпиада традиционно считается самой престижной, потому что регион славится сильными знаниями школьников области физики и математики. За 18-летнюю историю олимпиады Казахстан всего шесть раз удостаивался золотом. Победителям дается возможность претендовать на преимущество при поступлении в университет и повышенную стипендию. Я сам тоже участвовал на олимпиадах международных. И поэтому для меня это символическая подготовка. То есть в свое время меня готовили, теперь я помогаю. Мне кажется, в Казахстане у нас очень хорошие знания, уровень знаний. Наверное, больше, чуть-чуть хромает у нас возможность умения эти знания презентовать. Если у нас это будет, то наши студенты будут поступать в высшие учебные заведения мира. Столичных школьников обучают мастерству валяния войлока. Овладеть древним искусством детям помогают их сверстники из Южного Казахстана. Выпускники художественной школы подробно рассказывают об особенностях техник и проводят мастер-классы. Кроме того, юные мастера привезли свои работы. Это картины, гобелены и игрушки. Всего 60 экспонатов. Выставка изделий посвящена юбилею столицы. Открылась она в музее первого президента. Посетить ее бесплатно может любой желающий. Мы стараемся возродить то, что делали наши когда-то предки. У нас еще тут привезли мы курак. Чтобы дети знали, что это такое. Не просто пришли в гости. Сейчас у нас у всех дома есть все равно эти курпешки с кураками. Чтобы дети знали, как этот узор называется, как это делается. Сам процесс изготовления. Впервые в Атарау прошло лазерно-световое теннисное шоу. Назвали его «Звездные войны». Его участниками стали юные воспитанники Атарауского теннисного центра, где этим видом спорта занимаются больше 200 человек. Юные спортсмены на два часа погрузили зрителей в мир фэнтези. Красочно смотрелась игра с светящимися ракетками в полной темноте. Лазерное шоу сопровождали и саундтреки, культовые киноэпопеи «Звездные войны». Через сказки, через истории, через творчество, через театр мы подводим детей к спорту. И идеальный вариант это было назвать «Звездные войны», потому что дети любят эту франшизу, любят эти фильмы, и поэтому взяли это в разработку. Неустойчивый характер погоды прогнозируют синоптики в Казахстане. В ближайшие трое суток на большей территории нашей страны пройдут дожди. Температура воздуха на западе, северо-западе и юге будет постепенно повышаться. На северо-востоке и центре ожидается медленное понижение. Заметно потеплеет уже с 24 мая, а на запад стороны и вовсе придет аномальная жара. Это была последняя информация выпуска. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!